Привет подписчикам канала YoGoGo и тем, кто просто интересуется Израилем. Мы с вами в двух километрах от Мертвого моря, в пустыне Иудея со стороны Израиля. И снова с вами я, Виктор. Люди семьями выезжают насладиться запахом пустыни и чистым после дождя воздухом. Со стоянки машин, которая находится возле русла притока Дорга, направляемся к обзорной площадке и совершим, на мой взгляд, интересную прогулку. В пустынной заповедной зоне нельзя рвать цветы. Они здесь и так редкость. Выгуливать собак, мусор просьба вывозить с собой и выкидывать его уже за территорию заповедника. Здесь нельзя разводить огонь, ставить палатки и находиться в ночное время. Также предупреждают об опасности падения со скал, ну и краткий рассказ об этом месте. Правильно, где вода, там и жизнь. Обильные дожди позволили разукрасить пустыню и в красное, и в зеленое, и в желтое. Прям светофоры повырастали. Я знаю уровень сложности этого маршрута. Но мы видим, что или предел у человеческих желаний нет границ, а порой и возможностям. Или эти люди идут нюхать ромашки. Ничего не понимаю. Мы собираемся идти по одному и тому же маршруту? Окей. Может, есть какие-то легкие пути для прохождения? Я их не знаю. Ну, посмотрим. Кто-то из вас когда-нибудь задумывался, как будет выглядеть русло реки, если из него откачать воду? Ну, или как будет выглядеть осушенное море или озеро? Скорее всего, для тех, кто занимается подводным плаванием или пробовал погружение под воду с самой примитивной маской, тот сможет понять, о какой красоте идет речь. На поверхности земли такое можно увидеть по телевизору. Черная полоса на белом фоне говорит нам, что мы на выбранном нами маршруте. Вот так вот, все вместе, вон туда, вниз. Ну, что, серьезно? Ну, у папы понятно. Ребенок сидит на спине в специальной сумке, то есть как у кенгуру, только сумка на спине. У каждого ребенка тоже по рюкзаку, наверное, с бутербродами, водой и нужности всякие. А у мамы? За спиной блинчики с мясом, с грибами, котлетки, тормозок с борщицом. Ну, или маца. И вот уже с высоты птичьего полета можем видеть, куда мы направляемся. Не знаю, как у вас, а у меня вид такой природы вызывает восторг. Напомню, мы еще не дошли. Мы даже еще не приблизились. Не приблизились, скажем, ни к чему. Нам еще спускаться и спускаться. Судя по внешнему виду другой стороны притока этого русла, можно предположить, что мы спускаемся по очень ему похожему склону. Честно, менее крутому. Ого! А мы что тут не одни? По голосам слышу здесь немало детей. А кто-то уже позирует. Ну, чтобы было что на одноклассниках показать. Ну, и мы тоже чего-нибудь точно нафотаем? Да. Но как же все-таки спускаться, подниматься? Более крутые спуски облагораживаются. Как мы видим, вот такими вот спусковыми перилами. Хотя, и с их помощью можно так же легко подняться. Просто нужно немного силы в руках иметь. Потихоньку, не спеша, шаг за шагом, и во все места успеем, везде пройдем, и все увидим. А вот и вспомогательные ручки-ступеньки. И снова отметка. Мы на правильном пути. Кстати, пустыня, а в частности это русло, после обильных дождей. Администрация заповедника запретила нам спускаться по руслу в сторону Мертвого моря, так как его очень размыло, а оно не только каменистое, но и с большим количеством грязи. Летом, когда грязь пересохшая, по ней можно ходить. А когда мокрая, лучше не вносить коррективы в судьбу. А что за знак у нас на пути? Мы что в городе? Я не понял. Еще пешеходный переход здесь сделайте. Я по перилам спускался, думал, что в метро нахожусь. Ну вот, а кто-то из своего двортерьера с собой взял. Сейчас посмотрим, куда нас знаки приведут. Берлога? Медведи? Мамочки, я тихонечко испугался. А не, берлога же в лесу. Это девчонки буксуют, щемятся как на буфет, хотят в пещеру залезть. Кустиков-то рядом нету. Вот мы уже и на входе в пещеры, которые видели снизу. Они неглубокие. Одна из них обвалившаяся, другая выглядит как обгоревшая. Это единственное место на склоне, где мы нашли тень, чтобы отдохнуть, перевести дыхание в более стабильное. Посидели, отдохнули, водички попили, снова в дорогу, любоваться новой красотой природы. То есть, что получается? Опустившись в русло реки, мы идем по нему вверх, к его началу. Ну что ж, посмотрим, куда мы придем. Мы уже практически на самом дне русла. На пятки наступают нам такие же путешественники, как мы с вами. Совсем недавняя бурлящая река напоила колючки. И они расцвели, стали зелеными живыми островками. Ну, хоть что-то окрашивает в другие тона пустынное русло. Интересно, а кто это там на финишной прямой? Не верю. Снова это пятерка? Да, да, именно пятерка, не четверка. Пятый в рюкзаке. Ну, вообще. Ну, вот вы видите, никого это не останавливает. Спуски, подъемы, скалы, обрывы с детьми, с собаками. И, пожалуйста, продолжает, продолжает, продолжает все дальше, все дальше и дальше. Ну, это еще раз доказывает израильскую твердость, уверенность, четкость, упорство. Пожалуйста, народ гуляет. Погода для пустыни просто сумасшедшая. Март месяц, начало марта. Это то время, когда здесь нужно гулять. Когда лето, 40 плюс. Я мне советую попадаться в эти места без воды, без большого количества воды. Вот так вот. Приезжайте, своими глазами все увидите. Израиль. Немного воды все-таки осталось. Зеленовато-бирюзового цвета. Скорее всего, окрасивалась местными породами. Весь маршрут по этому руслу, которое по пути раздваивается, мы прошли меньше, чем за 4 часа. С остановками, передышками. Просто посидели полюбоваться не ежедневной природой. Вот приблизительно с такой высоты мы сюда и спустились. Впечатляет! А присутствие воды радует. А что же дальше? Аборигены, что ли, там гуляют? Ничего не пойму. Воды все больше и больше. Мы можем слышать, как ручьи шумят по красиво выточенному руслу. Красиво! Спасибо! Ой, мне не показалось. Точно аборигены. А может там просто негде жить? Интересно, во сколько люди должны были проснуться утром в свой выходной, поднять и забрать всех своих детей, приехать, ну хотя бы к самой ближней стоянке, от которой не меньше часа пешком, и еще дойти сюда? Видим, что у них отдых в самом разгаре. Купаются, загорают, отдыхают. Просто рай. Так выглядит мирное время. Ого, сколько всего нельзя? Да что же это за отдых, когда ничего нельзя? Я сюда больше не бреду. Какой-то взрослый дядя плачет. Головушку, наверное, напекло. А мы с вами вот здесь. Один очень важный момент. Уже находясь на осушенном дне русла любого притока или реки, и вдруг начинает покапывать или по-настоящему лить дождь, что делать? Как можно быстрее заберитесь повыше на один из берегов. Обезвоженное русло очень быстро превращается в бурную, гремящую реку. У вас есть не больше минуты. Да, остается переждать стихию. Это природа. У нее свои законы. И их лучше знать заранее. Пропускаем навстречу идущих, спускающихся или поднимающихся на узких участках пути. Помогая кому-то, вам также помогут. Не откажут. Израильтяне. Они очень открыты на контакт и готовы прийти на помощь. Это есть не у всех. А у них этого не отнять. Можем видеть, что возраста очень разные. Ну ничего себе. Прям целая зеленая лужайка. Весна. Верхнюю одежду лучше подобрать светлую, с длинными рукавами. Брюки или шорты удобные для широких шагов. Обувь удобную для прогулок в таких местах. Защитные крема. Не забываем ими пользоваться. Чтобы отдых не превратился в плохие воспоминания. Поднявшись по руслу вверх, нас встречало стадо овец, верблюды. Ну и конечно же отдых за чашечкой кофе, со звенящей в ушах тишиной. А так выглядит русло притока Дорга уже сверху. С точки, где сам приток берет свое начало. Если нравится вам обзор, подписывайтесь на канал YoGoGo. И вы узнаете о многих интересных местах Израиля. До встречи в новых обзорах. А ноги думают, что с головой стало? Ведь сегодня не рабочий день. Ну все. Отдыхаем. Время пить кофе. Устали. Телефоны поставили на зарядку. Машина вон работает. Заряжает. Камеры, телефоны. Кофе. Кофе, чай. Наверху уже попрохладнее, пришлось одеться. Иначе как? Остыть можно. Но вот так вот. Как-то так вот и живем. Ой. Берите кофе. Что вы зато ходите вокруг? И не кушайте ничего. Будет Monkey. Спасибо.